Брэм Стокер, Дракула, глава 9. Письмо Мина Мюррей к Люсе Вистенро. 24 августа, Будапешт. Дорогая моя Люси, я знаю, что тебе очень хочется знать все, что произошло со мной с тех пор, как мы расстались на вокзале Вайпи. Дороги я не заметила, так как страшно волновалась при мысли, каким застанут Джонатана. Застала я бедняжку в ужасном виде, совершенно исхудалым, бледным и страшно слабым. Глаза совершенно утратили свойственное Джонатану выражение решительности, и то поразительное спокойствие, о котором, как я часто говорила, тебе дышало его лицо, теперь исчезло. От него осталась одна лишь тень, и он ничего не помнит, что с ним случилось за последнее время. Во всяком случае, он хочет, чтобы я так думала. Видно, он пережил страшное нравственное потрясение, и я боюсь, что если он станет вспоминать это, отразится на его рассудке. Сестра Агата, доброе существо и прирожденная сиделка, рассказывала мне, что в бреду он говорил об ужасных вещах. Я просила ее сказать о каких именно, но она только крестилась и ответила, что никогда не в состоянии будет этого передать, что бред больного тайна от всех, и что если сестре милосердия приходится услышать какую-нибудь тайну во время исполнения своих обязанностей, то она не имеет права ее выдавать. Он спит. Я сижу его у постели и смотрю на него. Вот он просыпается, проснувшись, он попросил, чтобы подали костюм, так как ему нужно было что-то достать из кармана. Сестра Агата принесла все вещи Джонатана. Среди них я увидела записную книжку. Мне очень хотелось прочитать ее, поскольку я догадалась, что найду в ней разгадку всех его тревог. Вероятно, он угадал это желание, так как вдруг попросил меня отойти к окну, сказав, что ему хочется остаться одному на короткое время. Немного погодя, Джонатан подозвал меня, когда я подошла, он обратился с очень серьезным видом, держа записную книжку в руках, со следующими словами. Вильгельмина, ты знаешь, дорогая, мой взгляд на ту откровенность, которая должна царить в отношениях между мужем и женой. Между ними не должно быть никаких тайн, никаких недоразумений. Я пережил сильное нравственное потрясение, когда я вспоминаю случившимся это чувство, что у меня голова идет кругом, и я положительно не знаю, случилось ли это все со мной в действительности или же это брит сумасшедшего. Ты знаешь, что я перенес воспаление мозга, знаешь, что был близок к тому, чтобы сойти с ума. Моя тайна здесь в тетрадке, но я не хочу ее знать. Затем я хочу напомнить тебе, моя дорогая, что мы решили пожениться, как только все формальности будут исполнены. Хочешь ли ты, Вильгельмина, разделить со мной мое назначение? Вот моя тетрадь. Сохрани ее у себя, прочти, если хочешь, но никогда не говори со мной об этом. Тут он в изнеможении упал на кровать, я же положила тетрадку под подушку и поцеловала его. Я попросила сестру Агату пойти к директору за разрешением назначить нашу свадьбу на сегодняшний вечер, и вот я сижу и жду ответа. Она только что вернулась и сказала, что послали за священником английской миссии. Мы венчаемся через час, то есть как только Джонатан проснется. Милая Люси, вот и свершилось. Я настроена очень торжественно, но я очень, очень счастлива. Джонатан проснулся час спустя, даже немного позже, когда все уже было приготовлено. Его усадили на постели и обложили подушками. Он произнес очень твердо и решительно свое «да, я согласен, я же едва была в состоянии говорить». Мое сердце было так полно, что я еле проговорила эти несколько слов. «Я должна тебе сообщить о своем свадебном подарке». Когда священник и сестрица оставили нас с мужем наедине, я взяла из-под подушки дневник, запечатала его и, показав мужу, сказала, что этот дневник послужит залогом нашей веры друг в друга, что я никогда не распечатаю его, разве только во имя спасения или во исполнении какого-нибудь непреложного долга. Тогда он поцеловал и обнял меня своими слабыми руками, и это было как бы торжественным залогом нашей будущей жизни. «Знаешь ли, дорогая Люси, почему я рассказываю тебе обо всем? Не только потому, что это так близко мне, но и потому, что ты всегда была мне дорога. Я хочу поскорее увидеть тебя, теперь, когда я так счастлива замужем. Я хочу, чтобы ты была так же счастлива, как я. Дорогая моя, да пошлет тебе всемогущий Бог такое же счастье на всю жизнь, да протечет вся твоя жизнь безоблачно, полное безмятежного счастья. Вечно любящая тебя, Мина Харкер. Дневник доктора Сьюарда. 28 августа. Болезнь Ренфилда протекает все интереснее. Он теперь настолько успокоился, что появился просвет твоего мании. Первая неделя после того ужасного припадка прошла в невероятно буйном состоянии. В конце недели ночью, как раз в полнолунии, он вдруг успокоился и начал бормотать про себя. «Теперь я могу ждать. Теперь я могу ждать». Служитель пришел доложить мне об этом, и я немедленно зашел к нему. Он все еще был в смирительной рубашке и находился в обитой волоком комнате буйного отделения, но выражение лица стало спокойнее. Я остался вполне доволен его видом и тотчас же распорядился, чтобы его освободили. Служители колебались, но в конце концов исполнили мое приказание. Удивительнее всего то, что у пациента оказалось достаточно юмора, чтобы заметить их колебания. Он подошел ко мне вплотную и прошептал, глядя на них украдкой. «Они боятся, что я вас ударю. Подумайте только, чтобы я вас ударю. Вот дураки-то». Но больше он сегодня вечером не пожелал разговаривать. Даже предложение котенка или большой кошки не могло его соблазнить. Он ответил, «Я не признаю взяток в виде кошек. У меня есть много другого, о чем нужно подумать. И я могу подождать. Да, я могу подождать». Немного погодя, я его покинул. Служитель говорит, что он был спокоен до рассвета. Потом вдруг начал волноваться и, наконец, впал в буйное состояние, которое дошло у него до пароксизма и перешло в литургический сон. Три ночи повторяется с ним то же самое. Буйное состояние в течение всего дня, потом спокойствие с восхода луны до восхода солнца. Как бы мне хотелось иметь ключ к разгадке этого явления. Кажется, будто что-то систематически влияет на его состояние. Удачная мысль. Сегодня ночью мы устраиваем ловушку нашему сумасшедшему. Раньше он убежал против нашей воли. Теперь же мы ему сами подстроим побег. Мы дадим ему возможность убежать. Но люди будут следовать за ним по пятам на случай несчастья. 23 августа. Всегда случается то, чего меньше всего ожидаешь. Наша птичка, найдя свою клетку открыто, не захотела улететь. Так что все наши утонченные планы развеялись в пух и прах. Во всяком случае, одно нам стало ясно, а именно, что беспокойный период у него довольно длительный. И мы поэтому сможем в будущем освобождать его только на несколько часов. Я удал дежурному служителю распоряжение выдворять Рейнфилда за час до восхода солнца в обитой войлоком комнату. Пусть хоть тело этой бедной больной души наслаждается покоем, которым не может пользоваться дух его. Чу, снова неожиданность. Меня зовут. Больной опять сбежал. Позже. Еще одно ночное приключение. Рейнфилд дождался момента, когда дежурный отвернулся и лучше в минуту незаметно улизнул. Я велел служителям отправляться на поиски. Мы застали его на старом месте у дубовой двери старой церкви. Увидев меня, он пришел в бешенство. Не схвати Рейнфилда служителя вовремя, он, наверное, убил бы меня. В то время, когда мы его схватили, случилось нечто странное. Он удвоил свои силы, желая освободиться, но вдруг совершенно затих. Я инстинктивно оглянулся, но ничего не заметил. Тогда я проследил за взором больного. Оказалось, он пристально глядел на освещенное луной небо. Я не заметил ничего подозрительного, разве только большую летучую мышь, летевшую на запад. Больной наш становился все спокойнее и, наконец, произнес. Во мне зачем связывать меня, я и так не стану вырываться. Мы дошли домой совершенно спокойно. Я чувствую в этом спокойствии таится что-то зловещее. Я не забуду этой ночи. Дневник Люси Вестендра. Гиллингем. 24 августа. Мне необходимо последовать примеру Мины и записывать все, а потом при встрече мы сможем обменяться нашими дневниками. Хотелось бы знать, когда же это будет, наконец. Хотелось бы, чтобы она опять была со мной. Чувствую я себя очень несчастной. Прошлой ночью мне снилось опять то же, что и тогда в Айдбе. Быть может, это следствие перемены климата или же возвращение домой так на меня подействовало. Все в моей голове смутно перепуталось. Я ничего не могу припомнить, но чувствую непонятный страх и странную слабость. Артур пришел к завтраку и, увидев меня, ужаснулся, а у меня не хватило силы воли притвориться веселой. Может быть, мне удастся лечь сегодня спать в спальне мамы. Я извинюсь и попробую ее уговорить. 25 августа. Опять очень плохая ночь. Мама не согласилась на мою просьбу. Ей самой очень плохо, и она без сомнения боялась, что помешает мне спать. Я старалась бодрствовать и некоторое время мне удавалось не засыпать. Но вместе с боем часов полночи я задремала. За окном кто-то шумел. Слышался точно шелест больших крыльев. Насколько помню, я не обратила на это внимание. Немного погодя, кажется, заснула. Все время кошмары. Хоть бы вспомнить, какие. Сегодня я очень слаба. Мое лицо бледно, как у призрака. Кроме того, у меня болит шея. По-видимому, что-то неладное случилось с моими легкими, так как мне не хватает воздуха. Я все-таки постараюсь как-нибудь скрыть мое состояние от Артура, а то мой вид его огорчает. Письмо Артура Хомбуда к доктору Сьюарду. Гостиница Альбимар. 31 августа. Дорогой Джек, очень прошу тебя оказать мне услугу. Люся очень больна. Ничего определенного нет, но выглядит она ужасно, и с каждым днем все хуже. Я расспрашивала, что с ней. С матерью Люси не решаюсь говорить об этом, так как тревожить ее нельзя, учитывая опасное состояние ее здоровья. Это может иметь для нее роковые последствия. Миссис Вестенера признала, что ее участь решена, у нее сильнейший порог сердца. А между тем, я чувствую, что что-то угрышает здоровью Люси. Я не могу без боли смотреть на нее. Я сказала ей, что попрошу тебя выслушать ее. Сначала она ни за что не хотела. Я догадываюсь, почему, старый дружище. Но в конце концов все-таки согласилась. Я понимаю, друг мой, как тяжело тебе будет. Но во имя ее спасения ты должен взять лечение на себя. Приезжай в Хиллингланд завтра в два часа к завтраку, чтобы не возбудить подозрения миссис Вестенера. После завтрака Люси найдет какой-нибудь предлог остаться с тобой наедине. Я приду к чаю, а затем мы сможем вместе уйти. Я очень взволнована ее болезнью и хочу знать всю правду после осмотра. Приезжай немедленно. Твой Артур. Телеграмма Артура Холмвуда Сьюарду. Первое сентября. Отцу плохо. Вызван к нему. Напиши результат подробно в ринг. Если необходимо, приеду немедленно. Письмо доктора Сьюарда к Артуру Холмвуду. Второе сентября. Дорогой друг, что касается здоровья мисс Вестенера, то спешу тебе уведомить, что я не нашел ничего угрожающего. Не нашел даже намека на какую-либо болезнь. Но в то же время я чрезвычайно недоволен ее переменой со временем моей последней встречи с нею. Мне не удалось осмотреть ее так, как следовало бы. Этому мешают наши дружеские и светские отношения. Я решил поэтому подробно описать то, что случилось, представляя тебе самому делать выводы и принимать надлежащие меры. Итак, слушай, что я сделал и что я предлагаю сделать. Я застал мисс Вестенера в притворно веселом настроении. Вскоре я понял, что она всячески старается обмануть свою мать на входившуюся тут же, чтобы уберечь ее от волнения. После завтрака мисс Вестенера пошла отдыхать, и мы остались с Люсей наедине. Как только дверь закрылась, она сбросила с себя маску веселья, упала вознеможение на кресло и закрыла лицо руками. Когда я увидел, что все ее веселое настроение исчезло, я тотчас же воспользовался этим, чтобы заняться обследованием. Мне нетрудно было убедиться в том, что она страдает малокровием, хотя это и поразило меня, потому что обычных признаков болезни у нее не было. Кроме того, мне совершенно случайно удалось исследовать состав ее крови, так как Люси, стараясь открыть окно, порезала себе руку разбившимся стеклом. Порез сам по себе был незначителен, но это дало мне возможность собрать несколько капель крови и проанализировать их. Состав крови оказался нормальным. Я бы сказал, что, судя по составу крови, ее здоровье великолепно. Физическим состоянием Люси я остался довольна, так что с этой стороны опасаться нечего, но так как причина ее нездоровья должна же где-нибудь крыться, то я пришел к убеждению, что тут все дело в нравственном самочувствии. Люси жалуется на затрудненное дыхание, которое, к счастью, мучает ее лишь временами. Кроме того, она тяжелая, как были трагический сон с кошмарными сновидениями, которые ее пугают, но которых она никогда не помнит. Она говорит, что, будучи ребенком, имела привычку ходить во сне и что у Вайтбе эта привычка к ней снова вернулась. Так, однажды она даже взобралась на Восточный Утес, где мисс Мюррей ее и нашла, но она уверяет меня, что это с ней больше не повторяется. Я в полном недоумении, поэтому решился на следующий шаг. Я списался с моим старым учителем и добрым другом профессором Ван Хельсингом из Амстердама, который великолепно разбирается в сомнительных случаях, а так как ты меня предупредил, что берешься на себя, то я нашел нужным посвятить его в твои отношения с мисс Вест Стэннера. Сделала я это исключительно, покорясь твоим желанием, так как сам я был бы горд и счастлив сделать для нее все. Ван Хельсинг, из личного ко мне расположения, готов прийти к нам на помощь и сделать все возможное. Но независимо от причины, по которой он согласился приехать, мы заранее должны быть готовы подчиниться его требованиям. Он очень к тебе уверен, но вызвано это тем фактом, что он действительно необыкновенный врач. Он философ и метафизик, вместе с тем один из самых выдающихся ученых. Кроме того, это человек большого ума. У него железная нерва, невероятная решительная натура, страшная сила воли и терпеливость. При этом он добрейший человек, к которому всякий смело может обратиться за помощью. Я пишу тебе об этом для того, чтобы ты понял, почему я так ему доверяю. Я попросил его приехать сейчас же. Завтра я опять увижусь с мисс Вестенера. Вечно твой Джон Сьюард. Письмо Авраама Ван Хельсинга доктору Сьюарду. 2 сентября. Дорогой друг, получив твое письмо, я тотчас же собрался выехать. К счастью, это удастся, не причинив никакого ущерба тем, кто мне доверился. В противном случае, я покинул бы их с тяжелым сердцем. Как видишь, я немедленно отозвался на твое приглашение и еду к другу, чтобы помочь тем, кто ему дорог. Объясни своему приятелю, что высосав яд из моей раны, образовавшейся у меня от удара грязным ножом нашего общего нервного друга, ты этим поступком добился раз и навсегда моей полной готовности помогать тебе и всем твоим близким. Будь любезен приготовить для меня комнату восточной гостинице, чтобы я находился вблизи от больной. Кроме того, устрою так, чтобы я мог увидеть молодую Лени не слишком поздно завтра же, так как очень может быть, что мне придется вернуться домой в эту же ночь. Если будет нужно, я сумею вернуться через три дня, и тогда смогу пробыть у вас уже дольше. А пока, до свидания, друг мой. Ван Хелсинг. Письмо доктора Сьюарда Артуру Хомвуду. 3 сентября. Дорогой мой Арчи, Ван Хелсинг уже был здесь и уехал. Он вместе со мной отправился к Хеллингам. Благодаря осторожности Люси, мать ее завтракала вне дома, и мы застали ее одну. Ван Хелсинг очень внимательно исследовал пациентку, потом подробно обо всем рассказал мне. Посылаю тебе доклад. Я ведь не все время присутствовал при исследовании больной. После осмотра он был очень озабочен и сказал, что надо подумать. Когда я ему сообщил о той большой дружбе, которая связывает нас с тобой и как ты мне доверяешь, он ответил. Ты должен сказать ему все, что об этом думаешь. Передай ему также мое мнение, если найдешь это нужным. Нет, я не шучу. Это не шутка, а борьба между жизнью и смертью, если не больше. Я спросил его, что он этим хочет сказать, ибо видел, что он говорит серьезно. Он не дал мне никакого ключа к разгадке, но ты не должен сердиться на него. Арчи, так как его молчание служит признаком того, что его мозг деятельно работает, чтобы разобраться в этом случае помочь Люсе. Он подробно все разъяснит, когда настанет время, в этом же можешь быть уверен. Поэтому я ответил ему, что подробно пишу тебе наш визит. Вот тебе подробный отчет о нашем посещении. Люся была жизнерадостнее, чем тогда, когда я увидела ее впервые, и выглядела безусловно лучше. Не было того ужасного вида, который тебя так взволновал. Да и дыхание было нормально. Она была очень мила с профессором и старалась делать все, что было в ее силах, чтобы профессор чувствовал себя свободно и хорошо, хотя это удавалось есть большим трудом. Мне кажется, Ван Хелсинг заметил это, так как знакомый мне косов взгляд из-под его густых бровей выдавал его. Затем он начал болтать о посторонних вещах, в общем, говорил обо всем, кроме болезни, и так искусно развлекал ее, что притворное веселье Люси скоро перешло в искреннее. Понемногу, совершенно незаметно, он переменил тему, перевел разговор на причину своего приезда и сказал нежно и ласково, «Дорогая моя юная мисс, мне страшно приятно видеть, что вас так любят. Это очень многое значит в жизни». Он сказал мне, что вы в плохом настроении и невероятно бледны. Но где же ему знать молодых леди? Он поглощен своими сумасшедшими и занят тем, что возвращает им по возможности здоровье, а значит и счастье тем, кому они дороги. Это стоит большого труда, но зато у нас есть чувство радости и удовлетворения, что мы в состоянии дать такое счастье. Но в молодых леди он ничего не понимает. У него нет ни жены, ни дочери. Да и не дело молодежи судить молодежь. Это дело таких стариков, как я, у которого столько забот и тревог за них. Итак, моя дорогая, пошлем-ка мы его в сад покурить, а мы с вами поболтаем наедине. Я понял намек и пошел прогуляться. Немного погодя, профессор подошел к окну и подозвал меня. Вид у него был очень суровый. Он сказал, я ее хорошенько выслушал и осмотрел и не нашел никаких болезненных процессов. Я с вами согласен, она потеряла много крови, но это было раньше. Во всяком случае, она от них немалокровна. Я попросила ее позвать служанку, которой мне хочется задать несколько вопросов, чтобы уяснить себе кое-что, так как в данном случае важно знать все. Ведь должна же существовать какая-то причина. Без причины ничего не бывает. Придется хорошенько обдумать все дома. Прошу ежедневно присылать мне телеграмму. Если будет необходимо, приеду снова. Болезнь меня очень интересует, а эта молоденькая леди меня просто очаровала. И я непременно приеду, когда будет нужно. Как я говорил, тебе больше он не сказал бы ни слова, даже если бы мы были наедине. Теперь, Арчи, ты знаешь столько же, сколько и я. Я буду зорко следить за нашей пациенткой. Надеюсь, что твой отец поправляется. Я понимаю, старый друг, каковы тебе теперь. Больны двое людей, из которых тебе оба одинаково дороги. Я знаю твой взгляд на сыновний долг. Ты прав, что исполняешь его. Но все же, если понадобится, я немедленно напишу тебе, чтобы ты приехал к Люси. Так что тебе незачем очень волноваться, если я тебя не вызываю. Твой Джон Сьюард. Дневник доктора Сьюарда. 4 сентября. Пациент в зоофаге все еще продолжает меня интересовать. У него был всего один припадок. Это случилось вчера в обычное время. Как раз перед восходом солнца им начало овладевать беспокойство. Служитель был знаком с этими симптомами и сейчас же пасал за помощью. К счастью, люди прибежали как раз вовремя, так как с восходом Луны он стал таким буйным, что им пришлось употребить все силы, чтобы его удержать. Но через пять минут он стал постепенно успокаиваться и в конце концов пал в какую-то меланхолию, в которой пребывает и по сейчас. Позже. Новая перемена в моем больном. В пять часов я заглянул к нему, и он оказался таким же счастливым и довольным, как всегда. Он снова ловил мух и глотал их, делая каждый раз отметку ногтем на стенке. Увидя меня, он подошел ко мне и извинился за свое дурное поведение. Потом очень покорно попросил меня перевести его обратно в свою комнату и вернуть записную книжку. Я решил, что следует подбодрить больного, поэтому распорядился перевести Ренфилда в его палату с открытым окном. Он снова рассыпал сахар на подоконнике и наловил целый ворох мух. Он их больше не ест, а собирает в коробку, как и раньше, и уже осматривает все углы комнаты в поисках паука. Полночь. Снова перемена в нем. Я навестил Люсю, который застал в хорошем состоянии, вернувшись назад, остановился у калитки, чтобы посмотреть на заход солнца, как вдруг опять услышал его вопли. Так как комната выходит именно на эту сторону, то я слышал все яснее, чем утром. Это больно ударило меня по нервам. Переход от восхищения ярким великолепием солнечного заката с его роскошными красками, оживляющими мрачной тучей и темную воду, к ужасной суровой действительности моего каменного здания, полного трепещущего горя и всего того, что так тяготит моя душа. По мере того, как солнце заходило, бешенство Рэндфилда постепенно уменьшалось. Как только солнце совсем зашло, больной выскользнул из рук тех, кто его удержал и бессиленный опустился на пол. Удивительно, однако, как сильно бывает реакция у сумасшедших. Через каких-нибудь пять минут он снова спокойно стоял на ногах и озирался кругом. Я сделал служителям знак не держать его, так как мне интересно было видеть, что он сделает. Он подошел к окну и выбросил остатки сахара. Затем взял свой короб с мухами, выпустил пленец и выкинул коробку за окно. Потом закрыл окно и сел на кровать. Все это удивило меня и спросил его, разве вы больше не будете разводить мух? Нет, ответил он, вся эта дрянь мне надоела. Вот поразительный тип, хотелось бы мне разобраться в складе его ума или же постить причину внезапных перемен. Стойте, разгадка кажется уже найдена, если бы только узнать, почему у него был пароксизм в полнолунии и при заходе солнца. Неужели солнце в определенные периоды дурные или, вернее, возбуждающие влияют на некоторые натуры, так же как луна? Увидим. Телеграмма Сьюарда Лондон Ван Хелсингу Амстердам. 4 сентября. Пациентки сегодня значительно лучше. Телеграмма Сьюарда Лондон Ван Хелсингу Амстердам. 5 сентября. Бальную гораздо лучше. Хороший аппетит, спокойный сон, весела. Времянец возвращается. Телеграмма Сьюарда Лондон Ван Хелсингу Амстердам. 6 сентября. Ужасная перемена к худшему. Приезжай немедленно. Я не буду телеграфировать Хомбуду, пока не увижусь с тобой.